всем привет друзья мы группа мохито а сегодня мы на стране fm будем разговаривать петь и вообще приятно проводить время и общаться с вами так но мы вместе уже два года именно мы с пашей в составе группы мохито группы мохито существовала еще до нас два года назад было принято решение о том что хотим обновление нужна молодая кровь вот нашли новых двух солистов меня и пашу вот абсолютно через instagram то есть нам может сказать так повезло мы до мохито тоже пели и выкладывали видео с тем как мы поем свой instagram и вот собственно меня так нашли и пашу тоже так на соцсети рулит да вот и получается мы уже два года в группе наша дебютная песня это была медленная лиричная композиция она называлась прости малая вот с нее можно сказать у нас был такой успешный старт потому что песня сразу попала и на радио и залетела в топ-чарты то есть для нас это было очень так радостно потом у нас была вторая потом был разрывай танцпол потом было разрывай танцпол да мы сделали совместно с тнт music тоже очень классно было потому что и клип у нас был там потрясающий с танцорами с танцев на тнт и песни тоже очень хорошо зашла а потом у нас было по-моему руки прочь да мне кажется руки прочь а потом вот руки прочь и она прям буквально за первую неделю попала я не знаю там на какое место чартов и получается у нас был концерт после того как вышла песня руки прочь и мы приехали а все уже ее знают то есть я помню это было в городе балакова и получается что мы уже приезжаем а все знают нашу песню то есть мы ее так сказать первый раз поем для вообще для людей а все ее уже поют вместе с нами и тогда вот мы прям впервые наверное почувствовали что вау круто вот оно что такое быть там солистом популярной группы когда увидел я сначала не мог понять что за человек но хотя бы я мог оценить как она хорошо поет мы встретились грубо говоря на первой репетиции спели совместно одну песню вроде вместе стали неплохо звучать а потом начали общаться контактировать вместе естественно потому что мы в одной группе и хорошо поладили даже никогда особо каких-то конфликтов не было у нас ней давить ну да то есть нас вечно спрашивают вот а тяжело ли вам вдвоем петь в группе как там взаимоотношения ругаетесь ли вы то есть у нас но именно друг с другом вот каких-то острых конфликтных ситуаций не было и в принципе причин даже таких не было чтобы мы там могли так сильно поругаться когда пишем песни все равно что-то может не понравится саша или мне но мы всегда находим компромисс и в целом потом приходим к одному общему и выпускаем треки ну наши песни появляются абсолютно по-разному там что-то пишет паша там я даже немножко чуть-чуть придумала совсем блинчик а вот что-то у нас есть еще сопродюсер группы александр нехоростной вот он тоже принимает участие помогает пишет тоже треки вот так что у нас такая происходит командная работа даже иногда вот там саша приносит трек говорит вот смотрите ребят как вам трек она может не нравится какой-нибудь куплет мы грудой чуть чуть поменяем вот тут можно может такое слово ставить здесь такое но основном по тексту вот и тоже так совещаемся придумываем и вот так рождаются наши треки то есть даже треки которые написали не мы с вашей мы все равно как-то принимаем них участие потому что наше мнение как будто тоже учитывается и да и мы можем немножко там что-то подкорректировать я думаю про себя идите вы нафиг придурки но потом говорю давайте покажите как что вы хотите изменить и в большинстве случаев но это прикольная идея поэтому я соглашаюсь ну я росла на музыке той которая была в 90-х двухтысячных я любила бритни спирс дженнифер лопес такие которые прям поп дивы все они танцуют поют вот обожала вот вот такое потому что я сама себе всегда представляла что я от артистка я вот тоже такая вся у меня подтанцовка вот прям вот мне вот это нравилось но это если говорить прям про такое детство про такое ну да ну может такое где-то в принципе слушала все что популярно как бы не было такого что я там росла только на джазе или на классической музыки ну хотя я закончила музыкальный школу поэтому это все было конечно в моей жизни вот но в основном наверное слушала то что слушали все но я тоже нужно искать меломан то есть и и к поп музыки нормально относился отношусь она тоже разное бывает в детстве общение группу любая мог потом включить где-то по телеку я подпевал уже попадал в ноты более-менее вот поэтому разная музыка всегда была в жизни когда-то музыкальном училище у поступил музыкальном училище у себя в городе нам прививали любовь к джазовой музыке изначально я прям от металла сложновато было но потом тоже очень понравился начал добавлять плейлисты себе так что меломаны мы ну меня с детства всегда привлекали творческие какие-то профессии мне нравилось это вот быть на виду там танцевать петь в то же время я не думала там до конца что прям вот я могу быть певицей вот этим прямо зарабатывать деньги потому что я родом из сибири из кемерово и у нас как-то ну там вот так особо не принято чтобы вот там артист это вот прям твоя профессия то есть я работала уже там со школы выступала на корпоративах и всяких праздниках но я это воспринимала как что-то вот второстепенное потому что я пошла учиться на экономиста вот у меня образование вообще финансового менеджера да и поэтому я это как-то больше всегда воспринимала как второстепенное но потом я сейчас осознала свою жизнь то что за все там четыре года обучения в университете я даже практику не проходила то есть мне там все это как-то задним числом ставили вот я все это время вообще пела деньги зарабатывала только пением то есть никакие там финансы бухгалтерии учет это вообще было все настолько далеко от меня хотя как бы научилась этом на 45 вот я понимала что как бы блин вот если у меня так вот все идет по жизни то есть пение пение как бы это мне приносит и удовольствие и деньги значит нужно тогда вот развивать эту сферу и тогда вот я принципе полностью поняла что хочу двигаться только в эту сторону и поэтому я переехала в москву потому что здесь конечно больше возможностей вот и начала уже прям целенаправленно развиваться только а вот музыкальной сфере мне они с детства уже да больше по музыке меня надо давали там всякие кружки где вокалом мы занимались потом музыкальная школа я после 9 класса ушел музыкальное училище вот когда я в девятом классе учился мне уже просто рисовали тройки этом скатился получаю потому что знал что все я не с не с химией не с физикой не чем там жизни буду связывать и я уже все там не ничего не знаю мне просто рисовали тройки лишь бы давай иди там по и удачи тебе поступаю свое училище этом готовился к сальфеджио все сдавать экзамены поэтому уже как-то целенаправленно шел именно по музыкальной всей истории ну и потом переезд москву работа с кавер-группами ну и через год после того как переехал москву уже группа мохито замаячил на горизонте протянули мне руку сказали погнали к нам так но если говорить о современной музыки в россии то принципе я вот вообще как-то принимаю все новое всегда позитивно даже если например какой-то трек там который там на первых местах может быть допустим в топ-чарте вконтакте да если брать такой молодежный чарт поначалу мне может трек вообще абсолютно не понравится но потом когда он уже начинает играть отовсюду то я как-то с ним начинаю мириться и он мне даже уже в конечном итоге начинает и нравится и потом ты уже думаешь а может быть нам тоже сделать что-то похожее как все думают потом выпускают поэтому в треке под топ чарты вконтакте вот мой плейлист состоит как бы я смотрю да там последние новинки все такое если мне что-то нравится то я себе добавляю но также у меня много там вот если посмотреть то абсолютно вообще какая-то разноплановая музыка там не знаю от классики до тяжелого рока и где-то там между до этого последние новинки которые выпускаются вот то есть ну я к современной музыки и к русской современной музыки отношусь еще вполне спокойно потому что мы сами как бы в этом во всем варимся и нам приходится тоже соответствовать потому что вы все-таки поп исполнители да там никакой не underground я люблю современную музыку вот ну паша я знаю немного другое отношение вообще такое ничего не слушает то есть я когда мы даже напевал какую-нибудь популярную мелодию который там сейчас везде крут такой я не слышу вот ну просто как-то не слежу больше на западную музыку предпочитаю слушать но иногда что-то из русского выходит и мне в целом нравится но сейчас два самых таких популярных жанра этот рэп да хотя он тоже в чарта уже начинает выстреливать и даже клипы на тв каналы берут там есть и цензурировать их ну и поп-поп музыка но я лично русском уменьши слушаю чем зарубежную музыку вот поэтому саша в этом больше эксперт чем я я не пацаны посоветую никому потому что если отца это мне кажется никому не зайдет то что я скажу потому что западную делать качественнее по моему мнению и они там на несколько лет впереди нас идут мы качественно слизуем но правда то что было пять лет назад потому что в америке допустим грэмми берут артисты с с такой музыкой который в россии бы она никогда коммерчески успешной бы не являлась и это приятно смотреть на это мне поэтому больше хочется смотреть что происходит там но так как я живу в россии все равно нужно следить и советоваться саше что ах вот это же хит ну класс надо что-то да похоже сделать все плохо мне это неплохо это просто правда жизни такая то есть будет в россии такие тренды в других странах где на музыку саму именно на музыкальность уклон больше там всегда будет именно так ну хотя не знаю может я через 50 как все поменяется ну да мы будем мы будем старичками за этим наблюдать да но есть допустим если слушать музыку какую-то и там бывает мат по тексту если он уместен то у меня не будет урезать ухо там хип-хопом бой более мне кажется вместе в поп-музыке его реально вставляет лишь бы вот вставить смотрите я мат вставил тип но круто же школота оцените у нас песнях ну если будет текст песни кто же типа есть сказали что наши песни такси у нас есть слово нах не там на всех на на и на придыхание пролучала букву х типа на у так и из-за этого нам там что сделали тут ну какой-то цензурировали какую-то пометку добавили что у нас трек с матерным словом да а в жизни вообще отлично ну смотря где тоже от обстановки зависит поэтому со взрослыми людьми ты сидишь там общаешься не будешь как сапожник там себя вести а там своей компании друзей близких всегда приветствуется ну да чтобы уместно было не через каждое слово там некоторые бывают уже как слово паразит какой он там словно букву б начинает говорить постоянно и мне вот я уже не могу то есть хочется просто сказать ну блин ты что не можешь по-другому выражаться ну хотя бы поменьше вот использовать это слово блин или какой похоже на него вот так вообще в песнях да если это уместно вполне то почему бы нет вот как у клавы кокетом отцепись без тебя зая и я когда увидела видео с выступления а как она поет это зая а вот на маленькие дети которые стоят на площади продолжают это слово то есть но выглядит конечно немного дико но как бы за счет этого песня в принципе мне кажется и стал популярный что вот такое именно продолжение я просто представляю вот эти дети стоят на площади и прям орут вот это матерное слово конечно это это прям выглядит но немного странно так скажем а так если это какой-то исполнитель типа и андеграунд еще что-то ну вполне вообще ну вот моргенштерн да то есть я когда его увидела первый раз еще не знала кто это увидела что было дальше я подумала господи это вообще что как-то очень странно а потом и треки тоже ну так сначала не заценила а потом заценила потому что это весело принципе но не заходит я от этого не получая никакого негатива мне только нравится смотреть на него как он там бегает прыгает что-то там кричит хайпует вообще как может прикольно для меня нормально меня даже не буду там что но я же не навязываю там свое мнение саша она мне как бы укажет свои вкусы у меня чисто так это весело это смешно это прикольно вот то есть почему нет вообще чувак делает все что еще может это залетает это круто соцсетях мне кажется видну я в лично могу залипнуть и на youtube просто зайти и все тоже постоянно в youtube да я не могу отрываться там что-то интересно выходит ну разу ну и самых популярных что я смотрю что был дальше то ну и саша тоже смотрит и там скачайся в самолет еще не заметил как мы приземлились уже там мохито да и мохито тоже видим и вконтакте и тик токе и инстаграме даже тик токе в инстаграме на ю тубе да мы стараемся активнее развивать наши социальные сети вот вообще я люблю социальные сети ну сейчас я стараюсь как бы немножко меньше проводить но вот когда был карантин это просто что-то страшное ты просыпаешься с телефона в руке мне кажется и засыпаешь с ним же потому что куча свободного времени в принципе сейчас стараюсь конечно минимизировать то что все равно это и на осанку влияет надо правильно сидеть с телефоном то есть вот стараться вообще удержать на уровне глаз то что вот когда так то все и шея портится сразу спина вот я недавно ходила кости оплату как раз на такой ну по вашей шее можно сказать что вы много времени проводите в гаджетах и такая я вас поняла да буду стараться либо удобнее сидеть либо минимизировать это время пишут разные да и дайте денег тоже бывает и когда приедете там в то-то-то город особенно если это был какой-то большой концерт то потом еще долго после этого пишут прям вот постоянно иногда бывают смешные ситуации типа когда приедете к нам в город а мы были там неделю назад ну да чувак ну следи за новостями пожалуйста и все будет нормально и ты нас увидишь вот но в основном отмечают на треках вот чтобы мы там себе репост 0 я вас всегда вообще всем отвечаю в директ но если что-то нормально пишут вот они так а этот чувак с которым ты поешь это твой муж или кто не муж коллега но иногда бывают странные сообщения я их там игнорирую но я стараюсь не блокировать никого то есть как бы пусть пишут мне в принципе все равно в основном отмечают чтобы мы себе репост ну лишь там сделали вот если прикольная на прикольных видео отмечали что-то сами делать оригинальные я почти всегда себе добавляю потому что но это прикольно и кажется люди которые это делают они тоже хотят же бы заметили там куда-то добавили наверное да не могут какие-то гневные до комментарии по написать там ах вы припев святое ну как-то жизни так бывает это же легендарно как бы так мин с такой мы привыкли но это нормально ну да особенно я после жизни так бывает нас разместили в какой-то там рэперский паблик вконтакте это вот эти все фанаты многоточие давай там там писать ну не брал набрали ну да то есть кто-то наоборот кто-то классу посвежили трек большая часть людей больше наоборот спасибо что там дали вторую жизнь и мы так любим эту песню вот стала звучать вообще там интереснее или там ну короче такие хорошие комментарии кто-то вот испортили мой любимый трек это же мое детство вот это вот все ну я в детстве я помню я знала вот эту песню там еще одну многоточие то есть я бы не подумала что покусились на святое наоборот приукрасили да даже не круче а просто по-другому и как бы то что это я даже слышала что сами многоточие эту песню то не особо жаловали на концертах ее не очень любили исполнять то есть ну какие вообще вопрос зато сейчас она звучит везде да потому что мы выходим на сцену когда все я говорю сейчас будет вообще песни которые вы точно все знаете ей там уже целых 20 лет мы начинаем петь акапель на то есть весь зал вообще начинает петь с нами или там площадь но это круто конечно но если говорить о деньгах то я думаю что деньги это вообще как такая энергия вот то есть их можно к себе притягивать ну просто у меня в жизни были такие ситуации когда я вот например делала карту желаний и все что связано у меня было с деньгами это в принципе срабатывает расскажу просто одну такую историю когда я еще была на первом курсе только там начинала двигаться вот серии музыки там на корпоративах работать еще что то я сделала карту желаний и левая сторона там сфера финансов я туда поместила ну просто все что журнале находил это и помещал там была рука которая держит деньги и в общем не звонят и говорят здравствуйте александр и хотим вас позвать на корпоратив сколько будет стоить столько-то песня грибы стоит 10 тысяч рублей не такие хорошо в итоге я приезжаю пою только одну песню потому что вся программа вообще сдвинулась полностью ними дают 10 10 тысяч рублей собственно я за одну песню получила 10 тысяч рублей для меня это тогда были какие-то колоссальные вещи деньги я радостная поехала домой через неделю опять такая же ситуация 5 не до 10 тысяч рублей я уже и постоянно я получала вот по 10 тысяч рублей а для меня на первом курсе это было вообще ну прям праздник какой-то спустился и я смотрю а потом свою карту желания уже через какое-то время просто эти ситуации не меня очень сильно радовали я касту вырезала из журнала фотографию руки которые держат просто 10 тысяч рублей и а потом зато случались еще ситуации когда мне нужно было потратить деньги которые я там скопила 1050 например на копила 40 потратила и 10 тысяч у меня остается и вот я вот очень долгое время с этой десяткой а потом помню сдернула картинку потому что уже было невозможно отношение у меня к деньгам такое что сейчас я стараюсь как бы на них не циклится но стараюсь думать о том что деньги меня любит и я люблю деньги вот что с детства у нас ну семья его не сказал что была богатая думаю что где-то наверное средний такой класс вот и поэтому я уже стремилась самых ранних лет зарабатывать вот я помню первый мой заработок был в девятом классе я выступила на корпоративе у мамы моей подруги мне дали 3000 рублей я купил себе утюжок для волос и он меня кстати работал чуть ли не до позапрошлого года вот очень долго держался и поэтому я старалась всегда зарабатывать то есть уже со школы у меня были какие-то деньги потом в университете все вот пением старалась себе заработать на жизнь то есть уже не зависело от родителей даже там сама продукты покупала вот еще там что-то такое сама себе даже купила путевку в турцию это я помню это я прям долго копила но вот мы слетали в турцию да я сделала новую карту желаний там я уже более осмысленно подходила к вопросу финансов а вот на прошлой карте желаний вот вот честно вот там в общем я вырезала рука которая держит пачку баксов и когда я работала в караоке мы с девчонками заработали как раз чаевые и у нас есть даже фотка девочка держит в общем эту пачку долларов и это прям как точно с моей карты желаний естественно это все между друг другом поделили то есть я не целую эту пачку заработала но вот именно сам факт того что фотография вот и фотография в жизни то есть как бы тебе кажется что но это нереально ну где я возьму пачку долларов ну как это вообще может быть ну в принципе то подумать то ниоткуда а потом просто бац и пожалуйста я на этой карте желания его нет но я думаю там все равно есть какие-то там мои цели еще что-то но я люблю конечно деньги кто их не любит рост тоже достаточно средний там обеспечен но средней семье то есть не какой-то там богатый родители помогали поддерживали даже там когда какие-то сложности были в москве еще что-то я благодарен за то что они могли финансовым поддержать чтобы я там окреп в москве встал на ноги и мог сам уже более-менее зарабатывать когда уже самостоятельно стал ну сколько хочешь миллион или 500 тысяч или 100 тысяч это тоже от восприятия зависит тому что бывало и на пять тысяч месяц отлично себя чувствую то есть а когда у тебя 500 ты можешь транжирить и там сразу купить что-то очень дорогое у тебя этих денег не остается поэтому у меня как-то плавно все потихоньку росло росло и не могу сказать что что-то сильно изменилось поэтому просто нормально хорошо отношусь к деньгам если будет еще лучше будет вообще супер карты не надо чтобы человек в это верилось он не верит вообще ничего не сбудется и надо вообще сделать и забыть просто люди еще которые в это не верят это не работает вот вообще никак не сработает у них там друг по-другому это все работает машкин там целеполагание вот я поставлю себе эту цель распишу то моя по пунктам там еще что-то у меня вот не так у меня вот как-то образами все то есть я не могу сказать что вот я там хочу себе не знаю 10 миллионов долларов вот там через пять лет у меня там наоборот я хочу себе вот типа вот такого дом вот такую-то машину там еще что то есть для меня сами деньги в принципе не так важны как то что они дают тебе ну ты можешь там родителей свозить на отдых не знаю себе там вот этот дом да грубо говоря купить еще что-то то есть именно то ощущение которое они тебе дают и те возможности я грудь хочу но это мне кажется больше женской истории саша может сейчас развернуто на это ответит но я просто скажу что и в принципе все ничего не хотим у естественно там держать себя форме до худеть что не позволяйте растолстеть а именно там кит пластические операции но у меня никогда таких мыслей вообще не возникало ну нет когда губы у тебя уже переверсывают корпус тела да ты сейчас руки вперед это с моей точки зрения ужасно выглядит ну есть чуть-чуть там подровнял но есть объективно у девушки губы очень кривые и она такая блин хочу себе классные губы она сделала аккуратно все это нормально выглядит не знаю как это там на здоровье сказывается честно говоря вот но если это как бы в меру то это приемлемо без фанатизма короче да ну я вот когда была там в подростковом возрасте мне всегда там хотелось и уши поменьше и нос поменьше хотя у меня нормальный нос но здесь на что я брейки ты носила потому что у меня была щербинкой мне хотелось чтобы зубы были ровные я и грудь тоже хотелось идет думать вырасту как бы вообще не проблема но сделаю себе там такой там третий размер и как бы классно будет сейчас вы что нет ни в коем случае вообще ни за что ни за какие деньги во первых это колоссальный вред но если мы говорим да про увеличение груди колоссальный вред для здоровья сейчас уже куча исследований что там есть и болезнь грудных и план имплантов который там системное поражение организма там бедные женщины у них волосы выпадают и всякие там аллергии их накрывают я думаю что в современном мире и так столько много влияния разного экологического плохого на нас что если еще сам себе вставишь силикон который может еще и лопнуть и растечься по организму и общем так я просто реально начиталась что просто нет ни за что вообще никогда ну именно вот так вот чисто пойти и ради веселья себе сделать грудь ну для того что было красиво там ну типа красиво хотя сейчас уже тоже до мода такая на естественности на все прочее девушкам которые это делать я отношусь нормально потому что это их выбор я не могу никого осуждать мужчину к мужчинам кстати сейчас мужчины начали вот моргенштерн красит ногти я заметила что я очень видела часто теперь в инстаграме что парни теперь делать себе маникюр и красят ногти там в разноцветные цвета но это необычно так что паш скоро мы тебе скажем все это очень модно теперь ты тоже будешь так делать к людям которые делают тюнинг я отношусь нормально потому что это их выбор мы не знаем что творится у них голове какие там комплексы они проживают может быть это вот увеличение там губ или груди это вообще вот такая заветная мечта который вот ну вот если не сделаешь что вот все не знаю жить незачем у всех по-разному бывает но я для себя решил что ну мне это не нужно я стараюсь как это любить свое тело несмотря на все эти его изъяны сейчас тем более такая еще мода на этот бодипозитив то есть там звезды выставляют себя естественными на пляже как там целлюлитные ноги или там еще что-то как бы все говорят целлюлит это женское тело это нормально этого не надо стыдиться не гонитесь там за идеальной картинкой очень много пабликов инстаграме которые выставляют фото в реальности и фото потом уже от фотошопленное как себе вот звезд потом до выставляют то есть показывают обычным женщинам что не надо пожалуйста не делайте себе там эти бидоны или там не идите на липосакцию которая потому что даже звезды которые сделали это липосакцию они не выглядят идеально гладкими у них там ну как бы меняется тело но все равно не так не такое как на картинке в инстаграме вот так что я вот в принципе вот эта волна бодипозитива она крутая но мне не нравится когда вот поддерживают например что лишний вес это хорошо я в принципе за здоровье в лишнем весе особенно в избыточном наверное здоровье не особо много вот потому что я знаю что некоторые там девушки специально выставляют вот я такая типа полная и вот это классно я здорово что они себя принимают но все равно это не очень как полезно для здоровья вот именно такой избыточный лишний вес поэтому это тоже вот нужно какая-то вот мера но для себя я вот решила так что постараюсь очень надеюсь что это осуществится вот прям по минимуму каких-то преображений вот да вот популярно кажется когда приседаешь на ну видно что вот крутая когда ты там что-то человек в попу закачивать жир и туда загоняю мне кажется это видно что это что ты не на приседал себе такую что это прям тебе там что-то в качали и все и вот вся попа лучше приглядит честно говоря это вообще как это ну результат до и после конечно прикольно то воду был такой живот да там и не было ягодиц совсем а потом стала вот и талия пожалуйста и и попа я потом видела как это выглядит не отфотошоплена то есть в реальности но иногда смотрится вообще просто дико как муравьи какие-то то есть тоненькие ножки гигантская попа да как руки базуки бывает но я же говорю бывает вот что вот идея фикс вот все если не сделаю то вот зачем вообще жить хочу все кредит возьму там не знаю миллион рублей на липосакции все спущу пусть мне жир распределят еще как то если человеку нравится то блин почему нет но я лучше там тренажерки позанимаюсь для меня вот в личной жизни и в отношениях очень важно чтобы человек который рядом со мной чтобы он был меня сильнее вот потому что я сама по натуре как бы сильная личность и у меня были такие отношения когда я была главная и ну честно сказать это было наверное не очень правильно и было ужасно я там все решала подавляла мне кажется вот своего парня даже вот как это эмоционально вот то есть иногда ты могла знаю ну реально там там голос повысить не знаю очень часто вела себя некрасиво так скажем и тогда мне казалось что это нормально как бы ничего такого а сейчас то есть у меня отношения мы уже вместе четыре года я понимаю что то что было тогда это было вообще неправильно в том плане что ну сейчас я иногда могу там ну где-то себя там не то что задавить и как бы послушать ноту моего молодого человека зовут миша вот то есть а послушать там его то есть потому что он меняли старше и сильнее и умнее и как бы я чувствую что в принципе вместе с ним я вот как короче как такая типа девочка маленькая можно так сказать вот и как бы я вот все что не знаю он мне там как-то говорит еще что-то я не говорю не хочу сразу там сказать все там вот ты дурак еще что-то такое что к нему прислушиваюсь вот и для меня вот это важно чтобы именно человек был меня сильней потому что иначе это превращается очень в катастрофу если честно потому что я могу разбушеваться и очень не остановить как-то я научилась этому и уважению и хорошему отношению вот и как бы и миша принципе делает все для того чтобы ну в общем что все было хорошо сам развивается как бы я рядом с ним стараюсь развиваться поэтому для меня наверное такой вот аспект принципе важен я как бы придерживаясь такой позиции что вообще мужчина должен делать этот шаг а не девушка потому что мне кажется когда это делать девушка типа ну все мы вместе уже четыре года давай как боже пойдем загс да вот мне как-то кажется блин но это как что-то не то вот ну да возможно там будущем про отношения на уровне разные бывали по жизни у меня где-то короткий где-то подлиннее по времени но впоследствии всего этого нашел свою истинную любовь и все хорошо уже пять лет вот за машина девушка тоже музыкант да какие-то конфликты они всегда конечно ну то есть иногда происходит вот но впоследствии мы меряемся все хорошо вот без конфликтов каких-то без эмоций мне кажется отношение невозможно существовать им целом все я считаю ну почти идеальным так что ну сложно сказать пока наверное еще примутся бы именно загс идти наверное я бы еще какое-то время подождал не потому что там я сомневаюсь что-то не в этом дело просто это же совсем другой как бы этап это уже все муж-жена как бы это совсем уже другой вид отношений скажем так вот поэтому мне кажется очень чем не в целом как бы вроде ничего не меняется с другой стороны все вот там может сказать одна фамилия сейчас возможно ничего не факт что что она захочет на фамилию у нее она получше звучит но я не предам свою свой род вот женить бы пока еще ну чуть попозже короче так скажем так а то это уже значит и дети должны появляться но пока нет лишь сам ребенок подрасти еще маленько так поистик токерам но мы не мило хим до него нет ну просто я это не слышал как они поют мы потому что приезжали мы записывали видео на наши песни они просто нам помогали там с идеями сценариями для видосиков но так прикольно мы съездили пару раз прикольная атмосфера хотя там всегда все в телефонах 24 на 7 там генерируют идеи для новых видосов вот они этим живут им это по кайфу это клёво что они от этого получают удовольствие ну большое количество людей живет в одном доме да прям дом 2 короче камер не хватает везде там можно прикольно шоу рядом снять потому что и локация позволяет там интересно за все на все за всем наблюдать за этим но мы съездили нам было интересно получить такой опыт как они придумают как они там оперативно все такие загоревшиеся давайте все пойдем вот так сделай так сделай все с ними хоп этот видос уже там еще начинает набирать просмотры через 20 минут то есть уже выложен в тик ток ну там прям здорово ты заряжаешься этой обстановкой то есть я честно вообще не ожидала что там настолько будет круто особенно вот мы ездили когда в первый дом там просто четырехэтажный гигантский дом каждая комната не похожа на предыдущих там как будто этот дом дизайнер дизайнер дел специально для съемок на самом деле там раньше вроде было много детей то есть там в подвале гигантский кинотеатр был гигантская это игровая комната вот как торговых центрах там все эти шарики еще что-то горки вот бассейн там кухня в которой просто четыре плиты ну четыре духовки то есть вообще гигантский дом какой-то абсолютно безумный и много ребят которые настолько прям заряжены вот то есть мы там с одним сняли с другим сняли с третьим сняли вместе сняли еще что-то потом они там что-то придумали мы там какую-то идею подсказали когда вот на это все смотришь уж такой душ блин надо побольше снимать тик ток вот потому что для ребят это просто прям это их жизнь вот они вот день и ночь только и делал что вот снимать тик ток в этом вообще во всем разбирается и это прям круто если бы я была вот школьницей например или там ну еще там моложе вот допустим сейчас то я бы вообще с удовольствием бы это была бы моя мечта наверное чтобы меня взяли в тик токерский дом мне кажется вот это прямо было бы для меня такой целью можно сказать мне кажется что образование но важно но вот опять же мне кажется что после школы человек вообще не понимают кем он хочет стать вот я вообще не понимала например и пошла на эконом на финансовый менеджер где я и где я все финансы менеджер вот то есть тогда я абсолютно не понимала и я пошла только потому что я хорошо знала математику русский английский общество знания поступила на бюджет все отлично родители платят и там я пристроена и занимаясь там параллельно еще какими-то своими делами конечно же образование она мне помогает там ну в плане там эрудированности каких-то жизненных вопросов потому что все равно очень часто и с деньгами сталкиваешься там это важно вот но опять же тут тоже такой вопрос потому что после школы вот вообще не выбывает мне кажется очень маленький процент людей которые точно знают вот чего они вообще хотят у меня есть так как бы такие примеры которые вот сто пудов я вот хочу там журналистом быть вот все вот журналистика это моё или там маркетинг какой-нибудь вот все мне это нравится рекламы сейчас они там очень классики там и сама им щеки и вот им это все вот это вот их жизнь им это нравится а вот кто принципе еще не определился вот тоже да вот как эти тик токеры мне кажется что можно даже взять может быть какой-то год типа паузы подумать вообще посмотреть как это что это особенно вот потому что потом все равно это тяжело когда ты учишься допустим на юрфаке но тебе нравится вот петь снимать тик токи вот эти все и там творчеством заниматься это очень все равно тяжело когда ты учишься они там куда у тебя душа лежит поэтому может быть вот сейчас нынешней ситуации вот все хотят там быть блогерами тик токерами там на ю тубе видео снимать может быть имеет смысл вот подумать потому что мне кажется что поступить в университет наверное никогда не поздно получить это образование вот но может быть вот имеет смысл так вот посмотреть еще когда там бывает что и родители заставляют с этим там ничего не поделаешь приходится да идти учиться ну вот а если есть возможность свобода все в этом духе то можно наверное еще поискать себя чтобы там например интересно тебе вода там тик ток еще что-то но можно посмотреть какой он специально связаны вот той же рекламой там или с телевидением вот куда-то вот туда чтобы в принципе профильное образование еще получать поэтому чтобы в будущем был какой-то задел для роста того же самого сегодня ты в тик токи а завтра ты на телевизоре например там и голос поставлен и все вообще в порядке есть понимание как все происходит все равно тик ток как бы кажется что это это вообще типа но это для даунов там не знаю хотя я так не считаю но допустим да многие там могут так думать это что сложного но это взял телефон да заснял на самом деле вообще это сложно тебе нужно придумать идею для видео тебе нужно это отснять тебе нужно смонтировать даже уже в процессе этого как бы получается что ты набираешься опыта вот потому что это все вообще далеко не просто мы сами с этим столкнулись когда завели себе тик ток что нужно как бы не просто вот ты как бы снял ты на стуле крутишься не знаю это не залетит нифига вот должен думать даже над простым видосом который там 10 секундный какой-то простой ролик как всем кажется но возможно над ним долго думали ну вот и долго потом еще что-то монтировали вот поэтому и тут все тоже не все так просто с этим тик ток тоже нужно отталкиваться от ситуации то есть лично у меня получалось так что я изначально по музыке шел и знал что с этим скорее всего как будет связана моя жизнь но я планирую поступать на высшее образование тоже по музыке в москве но это больше даже было сделано для того чтобы ну вот сейчас я поступил значит я буду чем-то занят значит я не буду просто валяться дома там через лень искать какую-то работу все мне сделала я буду есть на пары там хотя понимаю что основную базу музыкальные училища меня уже дало а высшие заведения по высшему образованию типа огнесенка там и аналогичные университет культуры они по сути повторяют все то же самое что и было плюс ты скорее больше обрастаешь какими-то знакомствами там учитывая что ты в москве да тебе проще в какой-то оркестр там податься быть вокалистом еще что-то такое то с точки зрения образования я считаю что большую часть я уже там получил на этапе среднего образования в училище в целом я думаю что образование нужно для тех кто ну не помимо музыки другие сферы деятельности хотя куча примеров когда там люди уже самостоятельно изучает программирование у меня есть два примера там даже больше ребят которые на программистов особо не учились но они сейчас уже сидят дома за компаниями делает там по 200-250 тысяч рублей в провинции хотя нет у них образование хотя это возможно сейчас пока только исключение из правил хотя скоро возможно все меньше людей мне кажется будут поступать университеты да не будут конечно поступать но будут но это это знаете это родители так те уже кто-то в работу горься иди там родители говорят иди поступать тебе нужно учиться хотя ты не хочешь кто-то сам цель направленно идет но примеры того что и без образования много люди добиваются да даже в музыке ни у кого нет ну там многих нет музыкального образования но они там номер один там своих странах по популярности поэтому в целом образование нужно но и без него можно много добиться но туда все прям зависит от человека мне кажется я не люблю лицемерие рыбу в любом виде это все я не даже бывает плохо становится когда кто-то рядом просто ест не ну я как бы не говорю проваливать сюда я просто ем ну понимаешь запах у меня с детства так я не понимаю может из-за того что мне как рассказывали мама когда я была у меня беременна постоянно ела рыбу и когда я родился я просто нет запах все и отвращение жесточайшие был к нему моя мама ела сникерс я вообще терпеть не могу сникерс арахис вообще возможно томатный сок кстати вот томатный сок не любил но в один момент как-то ребята дали коктейль не кровавая мэрия что-то наподобие было связано с томатным соком в целом не сказать что прям в восторге был но в ней вырвало меня мне было нормально томатный сок попил но я не уверен что с рыбой когда-то так будет скорее всего что я до конца своих жизней не попробую я из еды много чего люблю нет какого-то любимого блюда не знаю для люблю честных людей вот когда добрый прям честно открыто с тобой говорят ты мне не нравишься я знаю что он честно об этом сказал класс зато не лицемеришь мне в лицо это лучше знать значит я не буду с тобой контактировать я ты мне теперь тоже не нравишься все вот классно честно общение вообще супер добрые люди нравится открытые как как я я думаю о том что мне раздражит мне первое пришло это когда полощет рот чаем не знаю не могу прям типа поел типа ты пьешь такой и глотаешь да ну да но кто-то у нас так делает ладно не будем узнавать да в общем да и для меня вот это реально к криву это ужас не проглотил вообще класс то что что еще не люблю а очень часто я не знаю с чем это связано но у меня например бывать что я раздражает звуки если они с правой стороны вот если мне в левое ухо я не могу слушать музыку в одном правом наушнике потому что мне сразу становится не по себе вот такая у меня чувствительность правого уха и не знаю как это назвать ну и еще например не могу носить водолазки тоже потому что меня сразу раздражает если что-то у горла и вы хочется так вот постоянно оттягивать поэтому у меня нет ни одной водолазки но есть как концертные водолазки но я когда на сцене об этом забываю то что мне это не нравится и потом когда выхожу так и хочется уже оттянуть ворот вот но это так вот если из таких странностей и удовольствием к со школу уже не носил я прям невозможно если что-то дать термобелье термобелье есть такое с горлышком классные там рокси все дела и вырез сама обрезала потому что невозможно я катаюсь на слоуборде и такой думаю о том что мне давит вот просто нереально что-то хотя вот в принципе там щитовидка обычных размеров хотя говорят что кого кому так не нравится у того там щитовидку величина или еще что-то но вот у меня как-то просто вот не могу что больше всего люблю мишу миша это тебе так люблю вкусно поесть любую еду принципе я почти все ем и над я не знаю так сложно нет люблю отдыхать люблю ну где-нибудь на море чтобы обязательно не люблю горы люблю от тебе на чтобы было чтобы было всегда водоем какой-то рядом и люблю знаю люблю свою семью большой срок чтобы что-то прогнозировать через три года еще непонятно что будет группа мохита но может все хорошо надеюсь будет вот а через десять это нам будет поскольку по 56 нет пока даже сложно сказать реально хочешь посмешить бога расскажи мы о своих планах вот у меня не работает эта тема что и вот допустим я вот представляю через десять лет что у меня там у нас там с пашей не знаю мы получили какой-то там 10 золотых граммофонов там не знаю 5 там премия мус тв еще что-то такое вот мне нравится что жизнь типа сюрприз и никогда не знаю что тебя ожидает и вот и так вот мне больше нравится когда вот если что-то я запланирую про особенно если всем об этом расскажу это никогда вообще не осуществится вот прям совсем поэтому мне нравится думать что в будущем есть какая-то тайна и очень интересно смотреть к чему жизнь тебя приведет конечно не так до ближайшее время нас уходит новый трек очень-очень уже скоро вот он вы такой веселый это очень будет странно потому что в нем большую часть буду петь я вот хотя у нас обычно наоборот происходит ну саша там реально лучше поет в этом вообще не к месту нет ваших мест танцевать вот так да просто вот такой вот мы да 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 трек такой решили сделать вот такой веселый как такой немного но чуть-чуть девчачий вот но вот как вот сейчас популярность сейчас мне кажется вообще возвращается эта тема такого какого-то девчачьего рока что ли вот очень часто слушаю музыку слышу музыку как вот в стиле ранетки вот например были вот такой вот что-то ритм такой там гитара еще что-то и девочки поют о том как парень их там послал куда-нибудь сейчас все возвращается мод уже такая цикличная очень часто даже по радио слышу вот треки даже вот не такой бит например современный а вот что-то вот более такой растяжная протяжная как это там барабан и вот такой вот ритм как больше рокерский короче вот мне сложно дается музыкальное объяснение вот планах у нас вот новый трек уже очень скоро буквально через там три недели и будет на всех но если залетит то будет прям супер главное чтоб залетел да тогда будет крутой но нет иногда бывает что по ощущениям кажется сейчас он все взорвет там все стрельнет а потом бывает и такое а бывает не ожидаешь вообще что станет хитом и бац там на первом месте в каких-то чартах там так далее так что прогнозы такая штука с музыкой примерно ощущаешь что должно выставить но все равно точно ты никогда не скажешь но у меня все банально самое главное жизни это чтобы все мои родные были здоровы и счастливы вот мне вот только это нужно да я тоже самое хотел сказать вообще-то все уже все самое главное жизни чтобы у тебя получалось находить счастье здесь и сейчас ну настоящем моменте не мечтать о будущем и надеяться что там ты станешь счастлив будешь счастливым а здесь ты ну сейчас поживу и все получится нет тебе нужно в на сегодняшний день находить для себя счастливые положительные моменты я думаю и вот с ними вот жить в одной гармонии и кайфовать вот я думаю так это реально важно да потому что я вообще слышала такую цитату что человек не живет настоящим он либо в мыслями в будущем либо в прошлом до ностальгирует где-то эх там год назад ну да вот важно да у нас есть песня даже называется ловлю момент это к было как подводка да есть любимая песня старого состава группа мохит и то и и и и и Продолжение следует...